Привет всем! Хотел было по привычке просто сказать, что это 47-й дайджест новостей о горных лыжах и сноубордах и что меня зовут Георгий Дубинецкий. Но вспомнил, мало того, что лето в разгаре, но уже даже дни пошли на оболь. Так что я решил добавить к тоненькому рычайку горнолыжно-сноубордических новостей и капельку чисто летней информации о том, чем занимаются реальные любители скольжения по замерзшей воде, когда эта самая вода находится в жидком состоянии. Чуть-чуть. Сегодня вы узнаете о том, где и как народ катается в июне, какие классные ивенты проходят в поляне, где и что новое заработало и заработает в перспективе на российских курортах, а еще и о том, что, оказывается, можно взойти на Эльбрус и на беговых лыжах и об очередном новом бренде, снаряжение которого привез Кант. Не будет чрезвычайных происшествий, поскольку летом серьезные происшествия с горнолыжниками крайне редки, и не будет горнолыжных видео, потому что я не нашел ни одного стоящего. Ну, поехали! Кстати, одежда ведущим предоставлена брендом Тернуа, имейте в виду. Об одежде и этом бренде я уже рассказывал, повторяться не буду. Просто хорошая одежда. У меня еще и офигенно легкая мембранная курточка этого же бренда есть. Неброского оранжевого цвета. Все, больше не хвастаюсь. Начнем с блока новостей из Красной Полины. Моя любимая тема – жизнь животных. И на Розахутер в том числе. Вот такого упитанного красавца заметили на Розахутер, чуть выше водопадов Менделиха. Кстати, когда туда отправитесь, по сторонам посматривайте. Хоть и говорят, что обитающие здесь мишки сплошь вегетарианцы, но вдруг кто-то из них об этом не знает. Есть все шансы, что Розахутер и Альпика в следующем сезоне объединяются общим подъемником Тироль, который поднимает с Розы долины до первой станции подсадки-пересадки Альпики. Работа Тироля позволит тем, кто будет кататься по единому скипассу, использовать подъемники Розы и Альпики для катания на любом из курортов. Например, можно будет подняться на Альпике до Макушки 2256 метров, потому что там меньше очередей, а потом спуститься на юг Розы, или наоборот, подняться на Розы-пик к открытию, а потом свалить на Альпику, потому что там будет меньше народа. А поскольку верхняя станция подъемника Тироль и станция подсадки расположены на разной высоте, там строят эскалатор. Трасса, спускающаяся к этому пересадочному узлу, построена в лучших традициях Газпрома, широкая и комфортная. А еще идут разговоры о том, чтобы связать эти курорты не только на южном склоне, как сейчас, но и на северном тоже, в районе трассы Б-52. Но пока это только разговоры. Еще одна новость из тех же краев порадует тех, кто приезжает сюда не только лишь зимой. Прошел опрос по поводу создания пешеходной тропы Красной Поляны, это садок. С целью выявить наиболее оптимальные с точки зрения жителей варианты развития этой территории. Правда, один из комментариев к этой новости немножко убавил пафос торжества демократии. По всему маршруту тропы работы идут уже неделю минимум. Но как бы то ни было, такая тропа очень полезна и пешеходам, и роллерам, и байхерам, и скейтерам. Ура, короче, тропа будет. Но это все перспективы, хотя и очень близкие. А прямо сейчас на склонах курорта Красная Поляна прошла мегалавина, массовый спуск на маунтинбайках. А в цирке 2 проходит бонус-саммер-кэмп. Традиционный летний лагерь с катанием и не только. Но о нем лучше расскажет один из его участников и наш постоянный корреспондент и обозреватель Аркадий Казаков. Аркадий, прошу. Привет, мой дорогой любитель спорта и активного отдыха. И добро пожаловать в Сочи на бонус-саммер-кэмп, который проходит во втором цирке Красные Поляны. Это ежегодный летний катальный фестиваль. Здесь во втором цирке расположилось огромное количество снега из снежных запасников. Есть пусси, бэби-парк с маленьким подъемником. Есть линия трамплинов и джип-линия. В этом году количество кемперов превысило все мыслимые и немыслимые ожидания, а все за счет спортсменов. Приехав на склон, я увидел множество спортсменов из сборной России, как лыжников, так и сноубордистов, также членов сборных различных регионов. То есть лыжники, школьники, сноубордисты заполонили полностью весь парк. Периодически на подъемниках не протолкнуться. Но все же атмосфера нереально крутая, все гасят, все делают трюки, и уровень райдеров действительно подрос очень и очень сильно. Но одним катанием бонус саммер кемп не обходится. Здесь проводят соревнования для детей, взрослых, новичков, любителей. Также на склоне проходят тренировочные школы, тренировочные лагеря для всех уровней райдеров. Также в парке расположены фигуры для новичков, любителей и профессионалов. Есть операторы, фотографы, которые делают потрясающий контент с кемпа. А внизу в Красной Поляне, в скидпарке, проходят также тренировки по скейтборду, роликам с самокатом и соревнованиям. Помимо этого, в выходные проходят тусовки, примерные показы фильмов и различных катальных видосов. В общем-то, бонус саммер кемп – это самая настоящая красота. Снег, много снега, целый месяц катания при температуре 30 градусов с очень-очень близким расположением моря. И это нереально круто. Сейчас я катаюсь без футболки, потому что солнце шпарит очень сильно. И после покатушек в парке поеду обязательно купаться на море. С вами был Аркадий Казаков. До новых встреч. Пока-пока. Но это еще не все. Еще один прикольный, на мой взгляд, конечно, катальный ивент прошел 12 июня прямо на площади перед Ратушей курорта «Роза Хутор». О нем я попросил рассказать нашего постоянного обозревателя-репортера и, не побоюсь этого слова, продюсера Сергея Жуйкова. Сергей, тебе слово. Жорж, приветствую. Ребята, всем тоже привет. Я нахожусь на «Розе Хутор». На календаре сегодня 12 июня. И у нас сегодня проходит «Хот Сноу Баттл». Это классические соревнования по джимбингу среди сноубордистов и лыжников, которые второй год проходят на «Розе Хутор» в таком формате. Это мероприятие, которое состоит из двух ключевых мероприятий. Первое проходит здесь, прямо у Ратуши. На конструкции из Лаэра устроены джип-фигуры. И второе проходит на пляже «Роза Хутор» непосредственно в Эмеретинке среди песка, моря и солнца. Хот Сноу Баттл – это прежде всего жаркое летнее солнце, снег и битва райдеров на железных фигурах. Сегодня у нас были сноубордисты, мальчики, девчонки и лыжники. Отдельный был зачет. Соревнования выглядели таким образом, что сначала был джем-сессия на протяжении полутора часа. Ребята прыгали свои трюки и по результатам квалификации было выбрано порядка восьми финалистов у сноубордистов и у лыжников. Финал состоял также из джем-сессии, которая длилась порядка часа. Здесь были великолепные и опасные трюки, которые вы видите сейчас перед собственными глазами. Победителем стал, я не знаю кто пока, потому что еще не объявлено. Объявление победителей будет на сцене, но я пущу специально вот здесь для вас титры. Ребята, всем респект, всем peace. Жду вас на Хот Сноу Баттл на пляже Роза Хутор. Спасибо. Слушай, а давай ты к следующему июльскому дайджесту подготовишь репортаж о том, как на Розе проходит лесо. Поехали дальше. Роза Хутор и китайский горнолыжный курорт Тайву подписали меморандум о сотрудничестве. А еще Роза Хутор, казахстанский Шимбулак и узбекский Амирсой начали совместную работу по созданию Евразийского альянса горных курортов. Задача альянса – обмен информацией и оптом, естественно. Ладно, раз уж мы начали с Кавказа, теперь пара слов об одном из перспективных курортов – осетинском Мамисоне. Его открытие запланировано на 2024 год. Ожидается, что Мамисон будет соответствовать мировым стандартам и сможет принимать в год 700 тысяч отдыхающих. Правда, злые языки говорят, что львиная доля средств разворовывается. Не знаю, прокомментировать не могу. Скажу лишь, что к презентации кадра, из которой вы видите, уже 10 лет. Еще один строящийся на Кавказе курорт – чеченские ведучи. Там в прошлом году построили две трассы, сейчас строят еще 12. Идет подготовка к монтажу канатной дороги длиной более 4 километров с пропускной способностью 2400 человек в час. Уже готовы котлованы под опоры. Следующая новость из Прельбрусья. Варвара Прохорова поднялась на беговых лыжах на Эльбрус без камуса и другого вспомогательного снаряжения. Круто, что сказать. Всем доброе утро со склона Фельбруса. Нам остаются уже какие-то считанные минуты до начала. И, собственно, стояние склона классное, погода отличная. Единственное, что фирн и лед. Но надеюсь, что в процессе нашего восхождения он будет как раз подтаивать. И к более опасным участкам будет отпускать. У нас все хорошо. Хорошо, мы идем час десять. А мы находимся на середине гряды скал спасателей. Всем привет! Мы поднимаемся от скала пастухова к кассовой полке. И испытываем первые трудности. Короче, здесь уже стало тяжело подниматься. И я иду, можно сказать, лесенкой. Вот. И это замедляет ход. У меня протек гелищу. Вот. Ну, мы пока двигаемся. Продолжаем. Итак, мы поднялись до высоты 5000 метров. До рекрака. Вот. К сожалению, крутая часть. Она на лыжах идет очень туго. Приходится идти в основном лесенкой. Поэтому темп очень значительно снизился. Вот. Поэтому мы идем довольно медленно теперь. Но все равно продолжаем. И пока что, в принципе, успеваем все сделать. Все. Два метра. Два метра. Она на минижной прямой паре. Давай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Строительство новых подъемников и трасс на Эльбрусе продолжается. К концу года планируется открыть новую зону катания, запустить две канатные дороги гондольного и кресельного типа и увеличить протяженность трасс на 6200 метров. А в следующем году завершатся работы по строительству с дополнительной системой искусственного снижения. Число снежных пушек увеличится с 20 до 200. Их установят на трассах Кругозор, Азау и Мир Кругозор на высотах от 2350 до 3500 метров. Соответственно, и сезон станет более предсказуемым, и катание на нижних трассах будет начинаться раньше. А пока, как я и говорил в предыдущем выпуске, на Эльбрусе только что завершились всероссийские соревнования приз Эльбруса и проходят сборы спортивных команд. Так, несколько дней назад завершилось тренировочное мероприятие сборной России по фристайлу в дисциплине Могул. Наши могулисты работали над горнолыжной и общей физической подготовкой. Завершилось тренировочное мероприятие и у мужской сборной по горнолыжному спорту. А женская горнолыжная команда проводит очередной сбор, который продлится до 3 июля. Теперь о новостях из других регионов. Начнем с самого Дальнего Запада, с Калининградской области. В поселке Новогурьевское в Озерском округе заработал спортивно-туристический комплекс «Горка». На территории бывшей базы отдыха «Малые бобры» открылись глэмпинги, кафе и веревочный парк. В ноябре планируют открыть небольшую гостиницу и ресторан. А к зимнему сезону и горнолыжную трассу длиной 350 метров с искусственным оснижением. А пока там уже можно покататься на травяных лыжах. Теперь перебираемся в Ленинградскую область, где и сейчас вовсю катается наш постоянный корреспондент Райдер Григорий Фузиев. Он вместе со своими друзьями Александром Терешкиным и Владимиром Ситниковым построили в Токсово летний джип-сетап. Но пусть лучше Григорий сам расскажет о том, где и как можно покататься летом. И о джибинге в Токсово, естественно, тоже. Всем привет! Здравствуйте, Георгий! На связи Гриша Фузиев. Я нахожусь на всесезонном лыжно-сноубордическом фристайл-комплексе «Токсопарк». Это в 20 километрах к северу от Питера. Зимой тут классный DIY-парк с подъемником. На соседнем склоне для детей ватрушки тоже с подъемником. Летом же тут теперь стоит вот такой вот летний джип-сетап. Но сперва расскажу про летнее катание вообще. Существует два типа летних горок – холодильники и на искусственном покрытии. Холодильники – это, например, «Сноу-зон» в Йоркшире в Англии или «Сноу-арена» в Друске-Нинкай в Литве. А в России, в светлой ему память, снежком пытались его спасти, подписывали петицию – спасибо Денису Бонусу. Он больше всех, мне кажется, вложил в свое спасение, но его все же сносят. На искусственном покрытии это, например, «Копенхилл» в Копенгагене – большая трасса на крыше мусора сжигательного завода. А в России это наклонная подушка на Горской в Новосибирске, две подушки и джибинг в Олпро в Москве, водный трамплин на Красном озере в Питере, а теперь еще и наш спот в таксопарке. О самом споте. ПВХ-труба 5,5 метров. Зимой – это флотовая часть вот этого огромного таксопарковского флэтдауна. Как по мне, лучшего пластикового флэтдауна в России. Летом высота трубы от земли 55 сантиметров, приземление на искусственную траву, разгон щетки сноупласт, есть полив, что значительно улучшает скольжение. Также бесплатно стоит тренажер «Фузеевский баланс». Можно тренировать трюки на лыжах и на сноуборде и сразу же переносить их на трубу. В Европе и Америке популярны такие летние джип-сетапы. Ребята строят их на заднем дворе. Самый известный из них, пожалуй, сетап «Себа Щорве» в Норвегии. Компания «Лайн» даже несколько лет проводила международный видеоконтест на таких сетапах «Лайн Summer Rail Challenge». Саня Терешкин в том году участвовал. А в России из тех, что я знаю, подобные конструкции делали Иван Кашаев в Екатеринбурге и Анатолий Железняков в Чите. Думаю, их скоро станет в разы больше из-за соотношения простота, кайф, эффективность. Спасибо, Георгий, вам слово. Тему летнего катания продолжит Аркадий Казаков. Мы попросили его рассказать о том, много ли снега летом в Хибинах и о его личном опыте летнего катания в Кировске и окрестностях. Привет, мой дорогой любитель спорта и активного отдыха! Везде сезон зимний уже закончился, но не в Хибинах, не в Кировске. И я яркое тому подтверждение. Сейчас середина июня, и горы, как вы можете видеть, все в снегу. Я катаюсь уже вторую неделю. С ребятами мы строили споты, трамплины. И сегодня я обкатал наконец-таки свой кулар, который высматривал уже пару дней. Очень крутой спуск, очень крутой наклон. Конечно же, при катании нужно быть максимально осторожным, потому что сейчас в горах лавиноопасно, снег отрывается прямо с камней. Иногда бывают камнепады, но склоны есть и для среднего уровня катания, как для сноубордистов, так и для лыжников. Не очень крутые. Так что, друзья, если хотите продлить свой зимний сезон, приезжайте в Хибины, катайтесь и наслаждайтесь. А с вами был Аркадий Казаков. Да, вот так он и путешествует. В начале месяца был в Кировске, а после этого уже в Поляне. Энерджайзер. Спасибо, Аркадий. Кстати, о Кировске. В этом году Бигвуд приступает к новому этапу развития курорта. Превращению его в круглогодичный туристический центр. Работы по строительству аквакомплекса «Аврора» и отеля при нем уже начались. А их полное завершение запланировано до 2025 года. Комплекс «Аврора» будет способен принимать до 780 посетителей одновременно. А новая гостиница на 145 номеров станет первым полноценным отелем «Ски-Инский Аут» в Хибинах. Помимо этого, на южном склоне Бигвуда начался первый этап строительства новой подвесной канатной дороги. В перспективе, пропуская способность, составит до 2250 человек в час. На максимум возможностей канатная дорога выйдет к сезону 24-25. Однако уже в этом сезоне, то есть 23-24, она будет способна перевозить 1200 человек в час. На северном склоне зоны катания будут расширены. Теперь о делах московских и подмосковных. Тверская область на границе с московской. В предстоящем зимнем сезоне на курорте Завидово заработает горнолыжный склон. Сейчас в начале лета идут работы по его подготовке, отсыпка грунта завершена на 85%. А в Красногорске разбирают снежком. И не будет теперь в России ни одного крытого ГЛК. Печально. А в Великобритании в Уэльсе, кстати, в этом году строят очередной. А всего в мире сейчас можно покататься на трассах 70 крытых горнолыжных комплексов. И больше всего их, как и можно было ожидать в Китае, 36 штук. Ну, правда, у них и народа много. А тем временем в Канте настолько много всяческих вариантов летних активностей, что сам я их даже перечислить не могу. Поэтому о них расскажет наш постоянный рассказчик обо всем, что касается школы Канта, Ульяна Луцева. Ульяна, тебе слово. Спасибо, Георгий. Всем привет. Ну что, лето в Москве у нас в самом разгаре. И мы знаем, как провести его полезно и активно. В спортивном комплексе Кант мы проводим летние смены для детей в возрасте от 7 до 14 лет. И в этом году у нас очень насыщенная программа. Дети у нас тренируются кататься на роликах, на скейтборде, играют в футбол, занимаются на скалодроме. И все эти направления вы можете выбрать для себя сами, в зависимости от того, на чем вы хотите сделать акцент в ваших тренировках. Помимо этих спортивных направлений у нас также есть творческие направления. Такие как граффити, такие как медиа и блогерство. И направление фан, где ребята просто пробуют разные активности, чтобы понять, что им придется по душе. Как в спортивных, так и в творческих направлениях в программе разнообразные тематические квесты и мастер-классы. Такие как, например, прыжки на патути, занятия на бильярде, кулинарные мастер-классы. А также в течение всего дня ребята придумывают, создают и вечером реализуют креативное шоу. Все это под руководством опытных тренеров. Это все командная работа, и она позволяет прокачать коммуникационные навыки и артистизм. А вообще наши летние смены – это возможность провести время активно даже в городе, пообщаться, завести новых друзей, получить много положительных эмоций и провести лето с пользой. Ждем вас в гости в спортивный комплекс Кант на Нагорной. Передаю слово Георгию. Спасибо. Ну и по традиции движемся дальше на восток. Урал. Информация заслуживает внимания и сотрудников прокатов, и тех, кто пользуется их услугами. Пермяк взыскал 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за перелом ноги на горнолыжном курорте Токман. При обращении в суд за компенсацией морального вреда истец указал, что несчастный случай произошел из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками проката. Мужчина решил, что они неправильно подобрали ему горнолыжное снаряжение, не отрегулировали крепление должным образом и не сообщили, что крепление не во всех случаях обеспечивает отстегивание ботинка от лыжи при падении. И он, понимаешь, упал на склоне и в результате падения сломал ногу. И еще дальше на восток. В этом сезоне у нас уже много раз были новости из Шрегеша. Поэтому я просто уже не помню, рассказывал уже об этой стройке или нет. На всякий случай повторюсь. Там в этом году началось строительство двух отелей сети Азимут. А еще в Шрегеше этим летом планируется обустроить первый в Сибири автокемпинг. Вот. А еще сейчас идут переговоры об открытии магазина Кант на этом курорте. А еще Кант намерен открыть здоровенный в 2,5 тысячи квадратных метров магазин Новосибирский. Вот. А еще сейчас идут переговоры и об открытии магазина Кант Манжироки. Так что мы плавно переходим к новостям с Алтая. Там на ГЛК Манжирок заработал красивый отель категории 5 звезд. Крупнейший в Сибири, между прочим. А к концу этого года гостей начнут принимать 12 эксклюзивных вилл из массива сибирского кедра. На курорте уже работает крупнейший в стране спа-комплекс площадью около 5 тысяч квадратных метров. И планируется создание детского парка на территории всего лишь 25 гектар. Кроме того, в Манжироке будет построено 67 километров трасс, более 30 километров байк-трасс и 15 километров маршрутов для трекинга. Похоже, что Сбир создает на Алтае курорт, который в перспективе может стать реальной альтернативой курорту Красная Поляна. Еще дальше на восток Забайкалья, Чита. Там в отношении горнолыжности в последние годы все было крайне грустно. Так, к началу прошлой зимы ни один ГЛК не был готов. Склоны горы Светлой и Молоковки так и не заработали. А высокогорье открыли только с административной помощью. А вот к следующему сезону в Чите обещают активнее развивать горнолыжный отдых. Хорошо бы. Из Забайкалья уже не так далеко до Приморья. А там есть комплекс в Арсеньеве, который активно строится. Я собственно об этом рассказывал. Напомню, предполагается проложить 12 километров горнолыжных трасс, построить две канатные дороги по полтора километра каждая, создать зоны отдыха и зоны проживания на 225 мест. Все это планируется ввести в строй до 1 января 2025 года. Ну и чтобы поддержать сложившуюся традицию, завершаем путешествие по нашей великой и необъятной на ГЛК «Горный воздух» в Южно-Соколинске. Там в мае заработала вторая очередь гостиничного комплекса категория 4 звезды в стиле горной альпийской деревни с 14 коттеджами общей площадью более 14,5 тысяч квадратных метров. Пока работает 37 номеров. Достроить комплекс предполагается к концу 2024 года. И тогда номерной фонд достигнет 83 номеров, заработает ресторан на 100 мест и комнату отдыха. А в 2025 году там начнут строить две новые подвесные канатные дороги. На горах Красная и Острая, новые трассы, а также систему искусственного снижения. А к 26 году планируется строительство отелей класса 3-4 звезды на 980 номеров. К 29 году еще 950 номеров. Зимой на курорте будут работать 65 километров горнолыжных трасс. В летнее время комплекс для активного отдыха, банный и спортивно-развлекательный комплекс, концертная площадка, байк-парк, летний открытый бассейн и оборудованный променад вдоль реки Марковка. А может Марковка, не знаю. В завершении нашего первого летнего выпуска любимые тренды и бренды. Сегодня расскажу о реальных горнолыжных велосипедах. Или велосипедах для реальных горнолыжников. Почему так? Судите сами. В Австрии есть горнолыжный район с названием «Скивельт». Один из крупнейших объединений горнолыжных курортов этой страны. Там более 250 километров трасс на высотах от 800 до 2500 метров. То есть зимой там катание на лыжах и сноубордах, а летом на велосипедах. По маршрутам, естественно, любой сложности. Велосипеды «Вэлт» названы именно в честь этого региона. Здесь же и тестируются новые модели бренда. А где еще, если офис компании расположен в Инсбурге? Понятно, что разработка ведется уже в Тайване, как и подавляющее большинство брендов. А производство, ну понятно, в Китае. Так вот, я, к сожалению, был вынужден перестать кататься на горном велосипеде. Но пока имел такую возможность, чуть-чуть разобрался с технологиями. Я не буду перечислять все технологии «Вэлт». Их достаточно много. Из того, что я бы отметил лично для себя, алюминиевая рама со сглаженными швами и внутренней проводкой, плюс трансмиссия и гидравлические дисковые тормоза Shimano. Понятно, что вилка с амортизацией и регулировкой отскока тоже окей. Про карбоновые модели не говорил ни мой ценовой диапазон. На самом деле, сейчас в Канте какое-то нереальное количество велосипедов с самыми разными вариантами и геометрии, и размер колес, и обвеса, и цены. Так что очень советую заглянуть. Тем более, что в магазинах Кан стука разных полезных товаров и аксессуаров, о которых даже и не думаешь, что они есть. А если случайно увидел, то потом уже не можешь понять, как вообще без этой фиговины раньше жил. Вот, например, всякая мелочевка французской компании The Fall, одного из лидеров в производстве велосипедных аксессуаров. А при виде сапов и каяков от Aquamarine я вспомнил свое байдаршное прошлое, и как мы, идиоты, чехлы весом по 30-40 кг на себе перетаскивали. Эх, вот это вот все бы в мою юность. Короче, в Кант не ходите. Там наверняка найдется, на что нужно очень срочно вот прямо сейчас потратить бабки. К сожалению, о каких-то еще совершенно трендовых брендовых штучках рассказать пока не могу, ничего не нашел. То ли лето, то ли фантазия у людей временно иссякла. Но, чтобы завершить этот выпуск на позитиве, посмотрите, как на одном из курортах Южного полушария казальщикам пристает симпатичный ехидна. На сегодня все. Ну, на сегодня. А так-то, конечно. Услышимся, увидимся.